Быть в меньшинстве это испытание, особенно когда ты в меньшинстве у себя дома и вряд ли можешь что-то изменить. 9 мая от 18 мая отделяют 9 дней. Первую дату в аннексированном Крыму отмечают пышно и пафосно с парадами, фейерверками и государственным размахом. Вторую дату предпочитают вспоминать дежурной вскользь, потому что это день депортации крымских татар. Через 9 дней после того, как Красная Армия освободила полуостров от вермахта, коренной народ Крыма отправили в Центральную Азию. И не позволяли ему вернуться домой всю следующую половину века. Советский Союз не только вычеркнул крымских татар из собственной послевоенной истории, он еще и обрек их на роль изгоев даже после проигрыша в Холодной войне. Потому что после 1991 года Крым превратился в заповедник про советской ностальгии. Для региона, в котором переселенцы составляли большинство, это было закономерно. Советская этика и эстетика тут оставались в своей первозданной чистоте. Люди выходили на митинги с флагами умерших империй и портретами мертвых диктаторов. Убеждали себя в правильности их решений и поступков. Жили в пространстве переписанной топонимики и отретушированной истории. Уверяли всех, что монополия на Крым принадлежит им и защищали себя от мысли о том, что даже колбаски по-симферопольски это всего лишь переименованный люля-кебаб, а Белогорск это переназванный Карасу-базар. Советская мифология была очень удобна советским людям, потому что позволяла вычеркнуть коренной народ Крыма из истории полуострова. Позволяла объявить его изменникам и предателям, чтобы затем отказать в праве на дом. Крымским татарам было отказано даже в советском религиозном причастии, которое из года в год проходило 9 мая. Потому что в Советском Союзе было принято объявлять все народы народами-победителями, среди которых находились отдельные коллаборационисты. И только в отношении крымских татар этот подход нарушался, они были объявлены народом-предателем, среди которого были отдельные герои. Любая попытка дискуссии на эту тему натыкалась на обвинение в ереси, что и неудивительно, потому что депортация крымских татар рушила главную духовную скрепу Советской империи. Миф о Великой Отечественной войне. Признать депортацию злом и преступлением было равно разрушению этого мифа, в рамках которого все события с 1941 по 1945 год подавались как борьба абсолютного добра с абсолютным злом. А если депортация это преступление, то получается, что в 1944 году добро само совершило злодеяние. И либо оно было не таким уж добром, либо совершенное им не было преступлением. Этот второй подход для советского человека был комфортнее и привычнее. Крымские татары были в меньшинстве, те самые 15% от населения Крыма, против которых удобно было дружить. Тот самый коренной народ, о котором ритуально вспоминали под выборы из Киева, чтобы затем сразу же забыть. А потому Крым оставался электоральной вотчиной просоветских партий. В конечном счете это закончилось аннексией полуострова. После которой крымских татар снова вывели за скобки, потому что Россия после 2014 года погрузилась в пространство яростного просоветского. Уже нет никаких разговоров про единую Европу от Лиссабона до Владивостока. Нет никаких планов по удвоению ВВП и попыток догнать Португалию. Зато есть война за право переиграть 1991 год. И в рамках этой войны советская этика и эстетика были подняты на знамена в масштабах всей Российской Федерации. Та самая этика и эстетика, которую крымские татары принять не смогут. Ее принятие означает согласие со всем тем, что советское государство сделало своим народом. И теперь крымские татары объявлены Россией возмутителями спокойствия, потенциальными нарушителями территориальной целостности, главными несогласными в регионе, украденном Москвой. Киев нечасто вспоминает о коренном народе Крыма. Полуостров почти не звучит в политических программах. Эдакие регионы умолчания. Если судьба Донецка и Луганска обсуждается в эфирах, то Симферополь и Севастополь остались в медиагетто. Возможно, потому что число переселенцев из Крыма невелико, и эта тема не добавляет очков и избирателей тем, кто готов вытаскивать ее из небытия. Но в том и штука, что проблема крымско-татарского народа – это вопрос не только политической логики, это вопрос общенациональной этики. Те, кто привык перечислять крымских татар через запятую с национальными диаспорами, живущими в Украине, просто демонстрируют свою необразованность. У любой диаспоры есть материнское государство за пределами страны проживания. А у крымских татар нет родины вне Крыма. Того самого, что принадлежит Украине, а аннексирован Россией. Того самого Крыма, о законодательном статусе которого Киев находит причины не задумываться. Но в том и особенность, что за всем валом тактического, ситуативного и сиюминутного мы упускаем главное. Война началась не на Донбассе, она началась в Крыму. Та самая война, что затем продолжилась в Европе, в рамках которой был малазийский Боинг, отравление Скрипалей, вмешательство в американские выборы, попытка переворота на Валканах, армейская группировка в Сирии и российские наемники в Африке. Смена флагов в Крыму была объявлением этой войны. И закончится она лишь тогда, когда флаги над полуостровом снова поменяют свой цвет. И мы не можем забывать об этом, равно как и о тех, кто все эти годы вынужден жить по ту линию окопов. Потому что это не только этика, это еще и логика.